здравствуйте дорогие друзья вы смотрите и слушайте народной славянской радио виртуальной студии нахожусь я алексей орлов михаил я здраво будь михаил здравствуйте дорогие друзья здравствуй алексей здравствуйте все те кто нас видит все те кто нас слышит какую тему предлагаешь разобрать в этой передаче как обычно разумную добрую вечную как сохранить деньги в кризис или другой вариант а почему денег всегда не хватает отдавая об этом и поговорим да интересная тема тем более что чаще очень часто мне приходит от разных людей общаясь с очень большим количеством людей и нахожусь в разных чатах где-то как наблюдатель где-то как активный действующий персонаж где-то как случайно залетный которого почему-то добавили сюда непонятно ничего получая разную информацию и в частности информация сейчас очень такая на взгляд многих актуально это как сохранить деньги потому что обещали где-то со стороны что у нас будет денежная реформа что сейчас все переводится на электронные деньги и вот стал вопрос если будет денежная реформа значит будет надувательство и если все переводится электронные деньги значит там будет какое-то ограничение с объемом этих переведенных денег а вот там какие-то сохранения надо будет что-то доказывать кому-то и могла быть порезки урезки и прочее 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 вплоть до конфискации и вот такие вот темы сейчас всплывают ну и естественно сразу возникает вопросы а что делать ну и мудрые головы начинают советовать например они говорят вкладывайтесь в фунты какие-то вкладываетесь в доллары потому что вот если здесь будет в россии цифровое все то те деньги вы хотя бы сможете обменять либо покупайте большое количество товаров которые у вас не испортится ну то есть очередное там соль спички сода сахар может быть там еще что-то такое что не портится а дальнейшем насчет недвижимость у кого есть какие деньги в это вложите потому что недвижимость она останется хотя бы с вами ну и кто-то там еще про криптовалюты говорит вот в криптовалюту срочно надо вкладывать и вот эта истерия сейчас накручивается 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 люди не врубаются в том что они сами когда бегут в магазин то в этом случае сметая с полок они создают ажиотаж и цены растут резко резко вот везде растут цены то если в магазине вырастет цены то естественно цены вырастают и на гсм ки они скажут ну как же так в магазинах то вот продуктов мало продукты подорожали нам же тоже на что-то кушать поэтому на гсм тоже поднимем там где электричество скажут ну знаете мы тоже на электричество должны поднять Там, где вода, и на воду тоже должны поднять. А потом продуктовики скажут, ну видите же, все выросло. ГСМ-ка, транспорт вырос, вода, электричество выросло. Теперь мы тоже должны поднять продукцию. А те, которые производят что-то, строители говорят, э-э, друзья, а мы что, в стране, что ли, останемся? Мы тоже тут поднимем, пожалуй. Ну и так далее. Вот это все замкнутый круг. И неважно, где поднимут первыми цены. То ли нефтяники первыми цены поднимут, то ли электрики, то ли строители, то ли там лес не уродился. Те, кто производит на лесопилках что-то и так далее. То ли продуктовики. Нет разницы. Надо понимать, что мы находимся в одном вот этом колечке. И если в этом колечке пузырь вздуется, он это кольцо в конечном итоге накроет. И вот люди, не понимая это, начинают как тараканы бегать по этой банке. А те, кто создает такие условия для этой банки, сидят и хихикают. Потому что таракан не бегает. А всегда была такая интересная затея. И прикольно было поржать. Тем, кто устраивает таракань и бега. Вот у меня вопрос такой к тебе. Что ты думаешь сам по этому поводу? Как сохранить деньги, сохранить свое имущество, свой достаток во времена вот этого барана... А, это я сказал, да, нет. Не барана вируса, нет. Пандемия. Вот сейчас пандемия, она же не просто так накручена. Мы понимаем, с какой целью накрутили, кто накрутил, и почему в всех странах это раскручивается. Вот что делать? Эх, ну так что мы сделаем? От нас же ничего не зависит. Надо потихоньку ползти в место, где одни позитивчики, как рисует Алексей на своих семинарах. Ну вот, ладно, трудное место вырежем, или легкий вариант вырежем, другой вариант вставим. Или наоборот, в этой передаче. В общем, другой вариант такой. Вообще, а как появилась-то предыстория этой темы? Мы за семейным, так сказать, ужином обсуждали вариант, как же нам, особенно нам, представителям нашей прекрасной половины, промыли мозги, ну там в детстве, там общество, близкие, вообще вот, средства массовой информации, что, как бы, основная-то у них вот цель, у наших прекрасных половин, она вот стала лежать в том, чтобы самостоятельно себе обеспечить достаток. То есть, я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик. Ну, говоря так, попроще вот это всё. И дальше, когда мы рассуждали, то вот, на что в этот момент уходили средства у девушек, да, которые когда-то, потом в будущем, возможно, планировали создать семью, но по этой схеме, на самом деле, которую я сейчас вам расскажу, вариант ее создать, очень мал. Почему? Потому что в этом варианте примерно схема такая, то есть, надо куда-то с твоего места, где ты родился, уезжать в крупный город, в этом крупном городе, так как для большинства, это, там у него родственников нет, снимать жилье, платить за это съемное жилье, дальше искать где-то себе работу, перемещаться до этой работы, опять же, платя еще вот эту сумму определенную, для того, чтобы доехать до этой работы, дальше приезжать с работы, вот это опять же, тратится время жизни, покупать уже многократно, накрученная стоимость, тех товаров, которые выращивает наша матушка-земля, и которые в том месте, например, в деревне, где откуда родом эта девушка, эта женщина, там это все и так выращивалось, и никто никогда не заморачивался, чтобы это где-то покупать, и в итоге, когда вот то, то количество денег, который, который человек зарабатывает на работе, на самом деле, привожу пример с девушкой, но тут можно и парня подставить, то количество денег, который человек, вот этот молодой, зарабатывает где-то в городе, вот в этом, куда он приезжает на заработки, минус вот эти расходы на съем жилья, на доехать до работы, приехать, на еду, в три дорого, на одежду, опять же, в три дорого, или в четыре дорого, потому что также есть цепочка перекупов, и в итоге, в лучшем случае, там у человека остается там тысяча-две свободных средств, а иногда даже меньше, и потом еще человеку подкидывается идея, что вот вышла новая модель, как бы этого айфона, которому надо похвастаться перед другом, у тебя денег нет, возьми кредит, и ну а кредит это как это дали сотню, а заберут две, это в лучшем случае, и при таком варианте денег реально не будет, но теперь уже подведем, что делать в кризис, как быть и что делать, а так получилось в моей жизни, что вот последнее время, я наблюдаю, как в моей жене раскрывается вот это вот рукоделие, навыки рукоделия, причем по разным направлениям, это и вязание, это и шитье, это и приготовление каких-то вот игрушек, и она делает тоже красивая, и разговаривая с ней, я во-первых вижу, что это и доставляет радость, она прям светится изнутри, а во-вторых, она мне поясняет, так как мы вместе едем, покупая материал для вот этих подделок, что это в итоге, это изделие какое-то, какая-то игрушка, какая-то одежда, это все обходится там в разы, а часто в десятки раз дешевле, чем эти бы мы вещи покупали где-то, при этом этот человек получает счастье, и даже остается время, пока, ну, как бы, жена у меня такая, что она готова всем это раздать бесплатно, но в лихую, в трудную годину, можно, соответственно, строить какой-то бартер, и уже этими навыками, то есть, ты свои излишки отдаешь, а тебе там дают излишки, соответственно, то, что у них есть, но у нас еще пока трудность, мы пока еще живем в квартире, не живем на земле, хотя уже максимально пытаемся найти тот участок земли, который будет наш, где мы рядом с нашими единомышленниками уже будем общее дело строить, и дальше уже получается, вот вторая часть, про которую я говорю, если мы на земле строим совместное общее дело, то то, что мы будем получать на земле, оно будет стоить значительно меньше и значительно лучше по качеству, тем то, что мы покупаем вот перекупов в городских супермаркетах. Получается, что мой ответ на вопрос, куда вложить деньги в кризис, если они у вас есть, развивайте те навыки у себя и у своих близких, которые помогут на первоначальном этапе хотя бы частично закрыть потребности вашей семьи, там в воде вы, ну, чтобы шить одежду, да, или там связать что-то, дальше это земля, которая будет давать вам продукты питания, и опять же уменьшать вашу зависимость, вашу зависимость от магазина, но в любом случае необходимо задумываться о том, чтобы уже создавать совместное. И вот здесь как раз, опять же, свободное средство, вложенные ваши навыки, если и после этого еще что-то останется, позволит уже перед тем, как что-то влаживать, поразмышляв вот здесь, с единомышленниками, создать структуру, которая прокормит и вас, и вот эту общину, которую вы совместно будете создавать. Ну, вкратце, как-то так. Хорошо. То есть не предлагаешь просто мешочничать, вкладывать в банку крупу, вкладывать в банку что-то там еще, валюту какую-то покупать, заниматься тем, чтобы реально начать что-то производить и себя обеспечивать. Хорошо. Я отвечаю в таких случаях таким образом. Если вы покупаете валюту, то вы должны осознавать, что валюта – это уже далеко не первой и даже не вторичной свежести. Это иностранная валюта, которая также привязана к какому-то центральному банку, которая также подвязана на международные какие-то условия, где есть определяющий фактор, например, там тот же самый доллар, по которому все в конечном итоге рассчитывается, и который печатают не сами, товарищи американцы, а некие барыги, которые Америке дают в долг. Вот не напечатали зеленую бумажку, дали американцам долг. Американцы должны за один доллар отдать еще какой-то, ну, как вот банк любой дал в долг. Но плюс ко всему, этот доллар распространяется по всему миру, потому что это единая такая валюта, где все рассчитывается. На сегодняшний день так принято. И все остальные валюты так или иначе с ней связаны и так или иначе под нее подстроены. И представляете себе, что вы приходите, например, покупать в России тот же самый доллар, либо тот же самый евро, либо фунт, ну, что угодно. Вы уже покупаете нестабильную валюту, которая всегда зависима от другого чего-то, каких-то других факторов, от тех барыг, которые ты производишь, и от биржевой игры внутри страны. Когда все, вот вы сейчас кидаетесь это покупать, вы создаете ажиотаж. Курс валюты резко растет. То есть вас нагревают все подряд в этот момент. Вот сейчас уже вас нагревают, потому что эти разговоры пошли, и многие начинают скупать. Это вот эти всякие там фунты, франки, стерлинги, тугрики. И в конечном итоге вы кровные свои деньги уже отдаете обесценившими куда-то. Мало того, когда ажиотаж пройдет, то встанет вопрос, а как нам быть? Внутри страны эти фунты, франки, стерлинги, тугрики ходить не будут, и вам придется их конвертировать еще раз, отдать каким-то опять барыгам, которые уже на понижение будут играть, потому что будет очень большое количество предложений. И вы тогда отдадите не по той цене, по которой купили, а минус несколько, может быть, даже не десятков процентов. Вы можете отдать ее вообще чуть ли там не один к двум. Ну, понимаете, да? То есть резкое будет падение стоимости этой валюты, когда ее переизбыток. И вас нагреют второй раз. То есть от ваших сбережений, по сути, ничего не останется. Поэтому вкладывать в какую-то иностранную валюту смысла нет. В недвижимость? Ну, хорошо, вложили вы в недвижимость. Представим, вот все свои деньги взяли, миллион, два, три, пять, сколько у вас есть, и быстренько в недвижимость засунули. Во-первых, сейчас пошел рост на недвижимость. Это надо понимать. И просто так вкладывать в недвижимость, это примерно то же самое, как вкладывать те же самые фунты, стерлинги и так далее. Сейчас идет ажиотаж. Сейчас просто так покупка квартиры, это бесприсленное занятие, потому что цены возросли, вы покупаете на пике. И потом, когда все окажутся с квартирами, встанет вопрос, а кушать-то что? А вы все деньги потратили, в квартиры вложили. И вы вынуждены будете эту самую недвижимость конвертировать опять в рубли для того, чтобы себя прокормить. Но таких, как вы, умников, будет очень много. И опять будет ажиотаж, кто быстрее продаст, и кто дешевле продаст. А вопрос, а кому продавать-то? Все затарены уже. И этим, и другим, и третьим. Кому продавать-то будете? Об этом подумали? А квартира вас не прокормит, потому что люди начинают из городов убегать. Убегают на землю, где можно хотя бы, да, в полуголоде, но что-то там достать, что-то добыть. На следующий год они уже там задумали посадить картошку или что-то еще, магазины опустошили, и себе мешок привезли на дачу, и думают, вот, мешок рассадить, чтобы где-нибудь в середине лета либо к концу лета хотя бы получить там три мешка, четыре мешка этой картошки. Их вот хоть чуть-чуть, но свое, да. Поэтому квартиры тоже не вариант. Это та же самая валюта, только вот в больших объемах, и которую перенести с собой не можете. Криптовалюта. Еще один вариант такой. Давайте криптовалюту там вложим какую-то. Ну, то же самое, только еще с худшим вариантом. Криптовалюта, непонятно кто, непонятно зачем, ну, в кавычках непонятно кто, непонятно зачем, ее создал. Вы вообще туда никакого отношения не имеете, никакого государственного управления, никаких таких вот явных барыг, которым можно пойти в репу там засадить, за то, что они самат, вы уже не сможете это сделать. Их просто вы не найдете. Просто не найдете. И что дальше с этой криптовалютой делать, тоже непонятно. Вот дальше, если переведут, например, сейчас Россия перейдет там в цифровую рубль, вот представьте, у вас криптовалюта, и что дальше? Они свою криптовалюту создали. У них своя криптовалюта, цифровая рубль, это и есть криптовалюта Российской Федерации. Ну, как вы думаете, вот бизнесмены, вот эти барыги, там еще кто-то, они дозволят вам поконкурировать? Они дозволят, чтобы ваша валюта каким-то образом конвертировалась в их, а их... Да, они будут заинтересованы, чтобы вас, как это, врагов своих уничтожить. Поэтому криптовалюта тоже не вариант. И стоит вопрос, ну и что ты дальше что-то нам прокаркал, что дальше-то делать? А дальше делать следующее, на мой взгляд. Заниматься тем, что реально вас может прокормить. Понятно, что один в поле не воин. Это такая поговорка есть. Да, там есть дополнение, если, конечно, там не по-русски скроен, то не воин, ну и так далее. Но сейчас не об этом. Сейчас о том, что одному всегда сделать что-то сложнее. Ну подумайте сами. Вам одному надо и вспахать, и посеять, и следить за тем, чтобы не сожрали ваш урожай. И отпугивать злых соседей, которые голодные будут. И потом это достать, где-то сохранить, переработать. Да мало ли что. Или там реализовать, куда-то поехать на рынок. В общем, много-много-много возникает вопросов. Поэтому многие современные фермеры, которые уже там по 10, по 20, по 30 лет на земле сидят, они сейчас стонут от того, что в одиночку они сейчас очень мало что могут сделать. Раньше лет 20-30 к ним прибегали, все искупали все, что у них есть. Лет 5 назад они еще сами реализовывали. А сейчас они понимают, что что-то как-то не так все идет. Они уже даже реализовать сами не могут, потому что, ну не берут сетевые у них структуры, ну не берут у них простые люди. Ну все уже привыкли к этим сетевым структурам. Вот эта вся взаимосвязь фермер-человек расстроена, фермер-покупатель расстроена, она уничтожена. Все перевелось в сети. А теперь представьте себе, что в сетях начнутся перебои, а фермеры задавлены. Что будет-то? Фермеры сейчас, многие не имеют своих хранилищ, потому что они поняли, что бесполезное занятие заваливать продукции своих хранилищ, там гниет все. Поэтому плюнули все на эти хранилища и так далее. Фермер сам не будет вам распродавать эту продукцию по причине того, что, во-первых, у вас много, а он один, он не знает, кому чего надо. Во-вторых, его будут зажимать, те, кто будут устраивать какие-то там голодовки и прочее, их просто будут зажимать, не будут давать им реализовывать. А вы не знаете, где находятся фермеры. Вот эта связь потеряна. Поэтому вот так вот рассчитывать на то, что я сам выживаю, буду как фермер, пусто, ничего это не даст. Рассчитан на фермеров, которые сейчас сидят и не могут себя даже прокормить, тоже пустое занятие. И поэтому возникает вопрос, может быть, все-таки нам объединиться, скооперироваться, может быть, все-таки наладить связь между фермерами и, конечно, каким-то потребителем. Сейчас у нас как раз идет разработка этого проекта, который в разы превосходит все другие проекты, которые я видел где-то до этого. Потому что куча магазинов сейчас создается, какой-то экологически чистой продукции, фермерской продукции, они все разрознены. У них только одна задача, взять продукт, сбыть. А то, что строим мы, это, ну, скажем так, державное управление, это державная взаимосвязь. И там намного все шире, нежели чем просто купить здесь и сюда продать. Мы не вязываемся с цивилизацией, мы глядим немножечко шире по всем сторонам. Но это отдельный разговор. И об этом, наверное, будет у нас возможность поговорить на очередном круглом столе по самообеспечению, выживанию и так далее. который предполагает, что где-то там в ноябре, если все будет хорошо, мы проведем. Поэтому сейчас не о том разговор. Но суть в том, что надо быть готовым к тому, чтобы с соратниками вместе создавать хотя бы единые небольшие поселения. Создавать, если нет поселения, создавать хотя бы единую взаимосвязь. Найти какого-то фермера, который еще живет, у которого есть хранилище, и просто это хранилище опустошать, выбирая оттуда продукцию и вкладывать в него деньги. Это хотя бы сейчас, пока нет структуры, о которой я говорю, но хотя бы сейчас можно что-то сделать. заниматься совместными закупками. Готовьтесь, готовьтесь к этому. Не сидите в одиночку, в одиночку не выжить. И вкладывайте деньги в то, что вам в дальнейшем будет приносить какие-то доходы, но вам лично, то есть вы будете хозяином своей жизни, вы не будете ввязываться в игрушки, которые вам навязали. Это на первом этапе. Дальше будет система, структура взаимодействия, которые позволят вот это все перевести уже на другой уровень, державный. Но сейчас хотя бы вот такой вариант выживания. Вкладывайте в то, что будет вашим, с вашими друзьями, а не в одиночку. Не выжить в одиночку. Сколько бы там какие-то умные дяди, уважаемые дяди не говорили о том, что строите вот это, строите вот это, строите вот это, у всех так не получится. Не получится всеми быть такими, как эти дяди. Эти дяди уникумы. Они молодцы, они показывают примеры, они там технологиями занимаются, все здорово. Но таких, как они, единицы. Поэтому, когда вы посмотрели на какого-то там дядю или тетю, которые сумели себе создать вегетарии, сумели создать свое производство, еще что-то, в одиночку, это еще не говорит, что у вас получится. Поэтому помните, когда вы вместе с другими делаете, когда у вас распределены задачи, когда вы понимаете, что этот выращивает, этот охраняет, этот сбывает, этот складирует, перерабатывает, вместе что-то делаете, вот только тогда у вас становится ваше дело неубыточным. Вы сами себя можете прокормить. И еще вполне возможно будут какие-то излишки, которые вы можете реализовывать уже целенаправленно. Но об этом другая передача должна быть, как это все сделать. Суть, еще раз, сводится к тому, что не утыкайтесь в единоличие, это тупиковый путь. У большинства, у 99% это тупиковый путь, сразу говорю. Вы не уникуму всем. Второе. Не утыкайтесь в покупку каких-то там единиц валют либо недвижимости по тем правилам, которые вам навязали. Они эти правила создали. Они устанавливают эти правила и они их поддерживают. Они их могут изменить в любой момент. Кстати, по поводу валюты и всего остального. Если вы думаете, что только в России будет переводиться в рубль цифровой, вы ошибаетесь. Везде все переводит цифровой рубль. Поэтому вполне возможно, что купленные вами бумажки окажутся совершенно невостребованные. Никто у вас брать не будет. Кто же скажет, а мы не принимаем эту бумагу. Вот в цифровом виде, пожалуйста, там евро так евро, доллары так доллары. В цифровом виде мы примем. Но даже если вы сейчас кинетесь в цифровом виде, что-то скупать, ваши нолики через конвертацию или через что-то еще очень быстро обнулят. И вы тоже можете оказаться у разбитого корыта. Поэтому не занимайтесь игрой, которую создавали не вы, правила, которые вы не знаете, и правила, которые меняются очень просто из того центра, в который все это создавал. Вот к чему вас призываю. А занимайтесь тем, чтобы быть хозяином на своей земле, чтобы совместно что-то делать такое, что вас прокормит на первом этапе, что даст вам возможность включиться во что-то более серьезное, что сейчас готовится, и войти в общее дело уже как цельной, единицей, что-либо производящей, перерабатывающей, делающей. К этому сейчас все идет. И мы прилагаем все усилия с теми людьми, которые способны это понять. Почему не кричим на каждом шагу, что это такое, как оно там устроено? Объясняю. Потому что очень часто, когда хватали идеи здравые, какие-то недоумки, они это быстро перетягивали под себя и разрушали, либо они это пытались превратить в бизнес и тоже разрушали. А потом народ говорил, да что вы об этом говорите, вот там тот-то, тот-то уже это сделали, ничего у них хорошего не получилось, это сплошная афера и так далее. Так вот для того, чтобы не выстрелить холосту, я сейчас не раскрываю всего, что задумано и какие уже алгоритмы действия прописаны, чтобы вот в очередной раз не было вот этих самых перехватчиков, дуралеев, которые все испортят. Не из-за того, что мне жалко, а из-за того, что просто вот это будет пустой номер. Все должно выстреливать вовремя, подготовленное и с командой людей. Помните, сначала цели-диалоги, потом люди, потом уже средства производства рассчитываются, а потом только финансы. А у нас многие говорят про финансы сразу, либо про средства производства. Это вот серьезная проблема. И поэтому многие видят финансы, как какой-то выход из ситуации, пустота. Либо средства производства, либо недвижимость, тоже пустота. Там земля, сейчас земля навалом накуплена, и теперь не знаю, как от нее деться, как избавиться от нее, потому что налогами завалили, там борщевик растет. Вот такая ситуация. Думайте, прежде чем идти на поводу всей этой паники, которая искусственно создается теми же самыми барыгами, которые эту волну поднимают для того, чтобы на волне вы как можно дороже что-то приобрели. Потом волна пойдет на спад, и вас вынудит это продавать на волне спада, под волной, когда вы за бесценок все отдадите. Еще тогда включат еще дополнительные инструменты, которые вообще вас в нищенское состояние выбросят, только из-за того, что вы поддались панике, только потому, что вы сейчас самый благоприятный момент, вот уверяю вас, самый благоприятный момент создавать какие-то свои личные производства с небольшой группой людей, там 5-10 семей. Ну 10 это самый оптимал такой для начала. Вот сейчас самое-самое лучшее время, потому что весна не за горами, и к весне надо быть готовым. Плюс ко всему еще такой тоже момент, не пытайтесь самостоятельно что-то сохранить, продукцию, сделайте единый погреб, либо обратитесь к фермерам, у которых этот погреб есть, туда завезите тот товар, который вы можете сейчас оптом приобрести, и сделайте свою кубышку на 10 семей. Вот это вот тоже вариант такой, который подходит. И тогда в специальных условиях хранения вы у тех же фермеров, либо в свежевырытом погребе, сейчас это можно сделать за небольшие деньги, экскаватор, там несколько кубов бетона у кого-то на земле, это не так сложно все делается. Еще есть продукция, которая вот с полей привозится, ее туда можно загрузить. Это тоже можно сделать. Но вопрос, ума хватит? Вот если хватит ума, выживите, не хватит, вымрите как мамонты. Какой вариант вам больше нравится? Бегать и играть чужие игры, либо быть хозяином своей земли с точки зрения самообеспечения, подготовки своих проектов и их изготовления и включения в единую всенародную сеть взаимодействия. Ну вот так уж, извините, что долго, но вот тема злобная, тема актуальная на злобу дня, и поэтому уж, извините, вот так вот долго говорил. Михаил, что добавишь? В конце добавлю, что вот чтобы большее количество людей узнало какую-то полезную, нужную информацию, которую узнали вы, поделитесь ссылкой на эту информацию со своими друзьями, знакомыми. Насим Алексея, разреши раскланяться. Благодарю тебе, благодарю Богам нашим, светлым предкам нашим, славным за эту беседу. Благодарю, Михаил, за то, что поднимаешь интересные темы, вопросы. Также тех радиослушателей, зрителей, кто присылает эти темы, вопросы в нашу редакцию, либо пишет комментарии под нашими роликами в ютубе. Прощаюсь с вами, напоминаю, что вы смотрели и слушали Народное славянское радио. В виртуальной студии находился Алексей Овлов, Михаил Ять. До новых встреч, увидимся и услышимся. Будь добрым. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И обязательно Нажать на знак колокольчик. Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добро! Продолжение следует...